Приветствую вас. Во-первых, не очень понятно, какой вопрос вы задаёте и с чем вы хотите что-то делать. То есть, вы говорите, что вы сразу, значит, отказываетесь, потому что не хотите. Что с этим делать? По сути, у вас идёт такой акцент, если можно так выразиться, да, у вас идёт акцент на, давайте скажем, ну, давайте скажем честно, да, у вас идёт акцент на потребности в любви. Вот, у вас идёт акцент на потребности в любви и, соответственно, то, вот, вообще, что вас беспокоит. Вот. То есть, вам хочется любви. Вы хотите любви. Вы нуждаетесь в любви. А в любви нуждаются люди, которые не принимают себя такими, какие они есть. Вот. И можно таким образом сказать, соответственно, что у вас есть некоторые проблемы с принятием себя, полным принятием себя и так далее. Также я, естественно, понимаю, что это очень общая фраза, но всё же скажу её, что вы на свой счёт восприняли расставание с молодым человеком. Вот. Восприняли это, по всей видимости, как, вот, знаете, как такое своего рода оскорбление, как такое своего рода унижение, может быть, себя. Хотя, на самом деле, ничего такого здесь нет, да, и плохого ничего не случилось по отношению к вам. Ну, понимаете. Какая штука. Поэтому, тут, вот, очень важный момент, на самом деле. Для того, чтобы вы, вот, для себя какие-то вещи поняли, да, да, вот, чтобы какие-то вещи для себя смогли понять. Вот. Понять, например, например, понять, например, почему вы так хотите отношения? Почему вы нуждаетесь в отношениях? Вот. Вот. Почему вы, а-а-а, спите, а-а-а-а-а с мужчиной? А с которым мы расстались уже. И что вы, например, ждёте от такого общения. Вот вы говорите, что хотите возобновительные отношения. Но зачем? Для чего? Вот это, в общем и целом, то, что имеет смысл поисследовать, на мой взгляд. Вот, это то, что, на мой взгляд, имеет смысл поизвечать. То есть вы как-будто чувствуете себя без отношений не в своей тарелке. Вот, как будто вы чувствуете себя без отношений, ну, неполноценный может быть. Вот. И, соответственно, в этом направлении, я думаю, имеет смысл вам, опять же, двигаться. Вот. Дальше. 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 Вы пишите, значит, так. Я стал абсолютно бесчувственной по отношению к другим людям. Мне внутри как будто пустота. Очень хочу новых отношений. Да, зачем? Хочу любви. Но не могу ни с кем начать. Так как только предлагают все, сразу же отказываются, потому что не хочу. Что с этим делать? Ну, во-первых, во-первых, вы не можете сразу начать отношения. Да, отношения все-таки должны иметь какую-то определенную базу. Базус, если вы вспомните свои отношения с молодым человеком, я уверен, что там вы найдете такие вот проявления, да, вы найдете там проявления, ну, изначально не романтичных, не любовных взаимодействий. И только потом, только потом уже что-то из этого у вас, ну, вот, себя проявило. Вот. Поэтому очень важно, чтобы вы не просто стремились начинать отношения, а чтобы вы устраивали их все-таки на каком-то основании. А основание же для отношений может быть только в том случае, когда человек делает что-то для себя в первую очередь. Понимаете? Если вы, если вы, если вы, если вы не делаете для себя именно ничего, если вы для себя не делаете, то в таком случае, в таком случае, я полагаю, что нет проблем. И проблемы эти кратко выключаются в том, что вы зависимы от людей. Вы зависимы от людей, которые, которые могут вам дать то, что вы хотите. И вы не способны принять их, и вы не способны принять себя. По этим причинам. По этим причинам. Вот. Так что здесь надо бы разобраться, что стоит за вашей потребностью в любви, да? И что вам, собственно говоря, дальше делать. Вот. Примерно такая история. Ну, примерно такой ответ я мог бы вам дать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация разрешится. Приветствия. Редактор субтитров А.Семкин раком、 репет субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова